Любовь к близкому человеку состоит из двух граней. Первая грань называется служение, а вторая грань – воспитание. Ко мне часто обращаются две категории людей. Первая категория людей примерно вот так говорит. Олег Геннадьевич, мы что-то жили-жили вместе, устали друг от друга, нам стало неинтересно, и мы разошлись. Вывод – нет служения. Нет служения, нет любви. Нет служения, понимаете, нет вот этого вкладывания в человека. Просто живем рядом. Он своей жизнью, я своей. Нет служения – значит скоро закончатся отношения. Вторая категория людей. Олег Геннадьевич, я ему служила вот по вашим лекциям и заботилась, и все для него делала. Он вообще нашел себе другую. Что это значит? Нет. Воспитание. Понимаете, есть две стороны медали любви. Первая сторона называется служение, вторая – воспитание. Запомнили? Начинается любовь, сослужение, заканчивается воспитание. И вы скажете, как воспитать близкого человека, если он слушать ничего не хочет? Это правда. Близкий человек никогда ничего не хочет слушать. Это правда. Это нормально. Что делать? Нужно понять принцип, что есть определенные стадии отношений. Вот почему близкий человек ничего не хочет слушать? А потому что он взял тебя не для того, чтобы ты его воспитывала. Или ты вышла замуж за него не для того, чтобы он тебя воспитывал. Ты вышла замуж за него для того, чтобы испытывать счастье. И он взял тебя замуж тоже для того, чтобы испытывать счастье. Не для воспитания. Для воспитания есть преподаватели, допустим, родители есть для воспитания. Ну, как бы не предполагалось, что я буду получать от тебя воспитание, если я тебя взял замуж. Ты должна наслаждать меня. Я должен испытывать счастье. Так человек настроен, так он думает. Это очень эгоистическая позиция по отношению к близкому человеку. Но наша любовь состоит из эгоизма. Мы эгоисты в любви. И поэтому есть определенные этапы. Слушайте меня внимательно. Человек должен сначала служить близкому человеку. И это служение должно быть без унижения. Мы с вами будем изучать, как служить без унижения. Это большая проблема. Как только начинаешь служить близкому человеку, ты для него что-то сделал, он раз такой. Не обратил внимания. И у тебя два варианта. Или психануть, или унизиться. Но есть третий вариант, который дает победу над судьбой. Не обратить внимания. Этот вариант называется бескорыстное служение. Ты сделал что-то для человека. И, допустим, он не сказал спасибо. Ничего страшного. Но это может быть ничего страшного только в том случае, если ты любовь уже получил из другого источника. Вот это бескорыстно. Допустим, женщина приготовила мужу, а он не сказал спасибо. Это значит, как сделать так, чтобы не обидеться. То есть не унизиться. Если ты унизилась, любви не будет. Как сделать так, чтобы не унизиться? И его смочь воспитывать. Потому что если ты не унизилась, значит, ты сможешь его воспитывать. Запомните, только в том случае, если вы готовили пищу с молитвой, и получили в сердце чувство, что Богу нравится то, что вы сделали. То как бы для Бога приготовили. Почувствовали счастье от отношения с Богом во время приготовления. И муж поел, не просто поел то, что вы приготовили, а он поел освященную пищу. Он получил благо очень большое от этой пищи. И вы уже довольны просто тем, что он поел эту освященную пищу. Вам не обязательно, чтобы он ее хвалил. Это называется бескорыстное служение. Или вы, допустим, когда стирали белье мужу, развешивали, вы заговорили его, пускай у тебя на работе будет успех, пускай ты будешь здоровым, когда ты будешь ходить в этой одежде. И вы это делали с молитвой к Богу, обращались к Богу. И если у мужа все получается в жизни, вы говорите, спасибо тебе, Господи. Вы получаете взаимность от Него. Вот теперь послушайте меня внимательно. Если вы делаете все бескорыстно по отношению к близкому человеку, означает, не обижаетесь на него, не требуете взаимности, то в этом случае ваше служение уходит очень глубоко в сердце этому человеку и вызывает чувство, очень важное чувство, которое должно возникнуть в жизни человека. Это чувство называется чувство благодарности. И это чувство является основой гарантии, что вы будете вместе надолго. Понимаете, чувство благодарности это не чувство, которое возникает, исходит от человека. Это чувство исходит от Бога в сердце. Это Господь благодарен тебе, За то, что ты служишь этому человеку. И человек не может никак отказаться от этого чувства. Чувство благодарности исходит из сердца, независимо от того, хочет этого человек или не хочет. Если человек что-то делает бескорыстно, чувство благодарности обязательно возникнет. Вот если я, допустим, бескорыстно читаю вам лекцию, то тогда в этом случае у вас обязательно возникнет чувство благодарности. А если корыстно, не возникнет. И это значит, не будет обмена между нами. Я потратил силы, а толку никакого нет. Потому что именно чувство благодарности и даёт ощущение счастья. Понимаете, если вы приготовили, но при этом ничего не ожидали, просто приготовили, ничего не ожидать невозможно. Потому что любовь всегда требует обмена. Ты вложил в любовь, хочешь назад. Поэтому нужно не по-другому настраиваться. Нужно вкладывать в отношения с Богом, когда ты служишь близкому человеку, и от Бога получать счастье. В сердце прямо. И ты когда отдаёшь это такое служение близкому человеку, от него исходит благодарность в это время. И благодарность – это такое чувство, которое открывает уши. Это значит, что с этого момента, когда человек тебе стал благодарен за то, что ты сделала, он говорит, спасибо тебе за то, что ты у меня есть. Я очень благодарен судьбе, за что у меня такая жена. С этого момента можно начинать его воспитывать. Потому что воспитывать близкого человека, пока не возникло чувство благодарности, это разрушать отношения. И воспитывать близкого человека можно только по-доброму. Только с шуткой. Разок. Мне на день рождения подарили вкусный пирог. Не скажу, какой, а то все принесут. У меня такое уже. А я вам и знаю. По родине. Ну ладно. Ну я рассказывал эту историю, чтобы вам показать, как воспитывать близкого человека. Вот. И жена любит всё дарить. Всё, что я привожу, всё сразу раздаривается. И она обожает просто. Она, когда увидела этот пирог, она его поставила на стол. А я думаю, вот такой пирог вкусный, я теперь смогу его поесть. Я так хотел, мечтал. Вот. Она посмотрела на него и говорит, надо половину отдать друзьям. Я говорю, давай одну четвёртую отдадим. Она говорит, давай. И разрезала пирог на три части. Одну часть сразу, одна часть, одна третья сразу улетела. Пирога стало на одну треть меньше. Потом она на обед отрезала мне кусочек пирога. Я съел, но думаю, ещё на три дня как минимум. Вот. Потом дальше, вечером пришли подружки. Она накормила пирогом подружка. Пирогом подружка. Потом с утра она мне рассказывает, что, слушай, как бы такая ситуация. Я что-то ничего не приготовила. Мне этот пирог особо вообще не нравится. Но пришлось его съесть. Потому что нечего было кушать. Я в шоке, короче. Ничего не осталось. Я открываю холодильник. Пирога больше нет творожного. Я мог, конечно, надуться, как этот, как лягушка и лопнуть потом от гнева. Но это бы не помогло. Я помолился, переварил это всё. И просто начал рассказывать жене историю о том, как я остался без творожного пирога. И начал рассказывать очень эмоционально, театрально очень. Она каталась по полу от смеха. Каталась по полу. В следующий раз она попросила... Это продолжение истории. Вы не знаете, это же недавно произошло. Она попросила друзей подарить нам два пирога творожного. И один пирог она сразу раздала. А из второго три раза мне по кусочку досталось. Примерно такая же схема была и с остальным. Всё разлетелось. Или она съела сама. Но три кусочка – это уже неплохо. Ну то есть она сделала свои выводы и начала стремиться вести себя по-другому. Ну то есть это означает, что вот такой метод очень хорошо работает. С любовью обучать близкого человека. Но с любовью означает простить, принять его. Или строгость, добрая строгость. Но злоба никогда не помогает человеку понять. Если мы злимся, кричим на него, то это не помогает. Спасибо.